Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, мы с вами в диске Elysium, и у нас очень много планов на сегодня. Сначала с Гартом поговорим. Так, еще кое-что. Вот. Гарт, если бы я тебе сказал, что пробрался в заднюю комнату за стальной синей дверью. Да? Что ж, он хорошо справляется с возбуждением. Я слышал, как вы там шумели. Поздравляю. Он очень-очень сильно сдерживается. Чтобы удержаться от вопросов, требуется солидное усилие воли. Очевидно, ему хочется знать, что за дверью. Так и не спросишь, что там? Ладно, что там? Скелеты мавзолей с покойниками. Ха-ха. Что там на самом деле? Ладно. Пинбольные автоматы, целый зал. Ха! Так я и знал. Все догадал, откуда взялись автоматы возле входа. А еще мне говорили, что тут раньше было что-то пинбольное. Да, пинбольное. Так и знал, повторяет он. И что были за автоматы? Рабочие в смысле? Не проверял. Пинбол не имеет отношения к расследованию. Просто думаю, он что-то считает вами. Если бы вы нашли там пинбольные автоматы... Если бы вы нашли там пинбольные автоматы... Он думает про бизнес. Сколько денег сумел бы принести ему пинбол? Если ты помышляешь продать автоматы, хочу солидную долю. Как члены совета директоров ударить тебя в грудь. Я подрывник. Ну-ка, вот так вот. Он хмурится. Нет, ну можно разнообразить доступные развлечения, коли же скоро все равно открыли дверь. Автомат в углу сломан. Прикольно. 50 очков из ниоткуда получили. Это место не помешало бы оживить чем-то еще, кроме той адской караоке-машины. От нее одни проблемы. Ну, не знаю. Он складывает числа, и у него они явно складываются. Кажется, ему дорого это место. Он будет не в восторге, когда узнает, что оно часть проклятой торговой зоны. И все же лучше ему сказать, так он лучше знать заранее. Да, я должен тебя предупредить. Кажется, я выяснил, что танцы часть проклятой торговой зоны. Что? Он слегка напуган. Вы чего? Мы расположены по совсем другому адресу. То есть, ему известно про проклятую торговую зону. Он даже знает адрес. Он об этом думал. Погоди, то есть, ты знаешь про проклятие? Про него все знают. Танцы причислены в списке на домофоне снаружи, как один из бизнесов в здании. Ты глянь там проводку. Я пытался набрать гостиницу, и не зазвонился. Я давно здесь работаю, и танцы никогда не пользовались этим домофоном. Погоди, прям ни разу? Разве это само по себе уже не указывает на упадок? Было зал для пинбола. Восточная дельта, потом он прогорел. Прогорят... Ааа, не хочу вот этим угореть. Потом он прогорел. Хотя, может, танцы увильнут от проклятия. Танцы... Что похоже на часть проклятой торговой зоны? Он обводит помещение рукой. Дореволюционная плитка, высокие потолки, приятные номера. Ну, в основном... 14 лет. Вот сколько я здесь работаю. Огонь и воду в этом здании прошел. Ёшкин кот! Если кто... Если какое-то проклятие, он заставляет себя успокоиться. Ты так давно работаешь, наверное, любишь это место. М-м-м... Захарит он. Снова к нему... Эээ... Снова к нему теплею, теплею. Эээ... Оно по-своему красиво, особенно для этого района. Я и пытаюсь его поддерживать. Даже если оно и часть проклятой торговой зоны. Эээ... Это принадлежит здание. Какой-то управляющий компанией. Они сюда не заглядывают, оплату принимают удаленно. По правде сказать, подозревают, что происходит какое-то отмывание денег. Эээ... А кто назвал его танцы в тряпье? Ну, уж точно не управляющий компанией. Вы? Удивлены? А что? Отличное название. Управляющие тоже иногда сочиняют хорошее название. Это из песни. Песни... Эээ... Hail Holy Queen The... От... The... At Ten Years. Славься, святая царица морская. Цитирует он. Так что... Тоскуя танцует... Та, что тоскуя танцует в тряпье. Хм... Хорошо выборкивает лейтенант. Ну, тогда... Удачи с... Ну, удачи с заведением. Погодите. Что жаль... Нет, нет, нет. Удачи. Только удачи. Удачи тут ни при чем. Он смотрит в сторону тайной комнаты. Надо подумать, куда поставить пинтбольные автоматы. Чью они помогут? Одолеть проклятие, подразумевает он. Хе-хе-хе. Так что, если вы не хотите рассказать мне что-нибудь еще про мое заведение, не могли бы вы закончить? Да, есть дыра в стене. Стена в дыре. Ну, то есть, ты знаешь. Так вот, самое то, что меня больше всего настораживает с этой дыркой, что там был пару недель назад человек. Он вздрагивает. Оказывается, такую щелку закрывает. А ты точно сам не подсматривал? А можете не трогать дыру? Вдруг в номере заседится какая красотка. Ты точно сам не подсматриваешь? Конечно же нет. Он делает глубокий вдох, затем выдыхает. Идите нафиг с такими обвинениями. Это не я и не кто-то из моих сотрудников. Мы взглянем на дыру и выясним, откуда она взялась. Нет, он не лжет, мессир. Он бизнес подвергать опасности не стал бы просто так. Уважаемый, он просто задал вопрос. Это его работа и моя. Проследить, чтобы дыру закрыли? Да, прослежу, разумеется. Он успокаивает дыхание. Простите, денек сегодня. А теперь еще и дыра в стене. Ладно, теперь ты в курсе. Супер. Спасибо, я лично ее золотаю. Вы заметили в здании еще что-нибудь? Надеюсь, нет. Да, пока что нет. Я немножечко жалею, что мы одну ночь оплатили. Ну, предыдущую. Потому что у нас уже был ночлег, было жилье. Но при этом я подумал, что я воспользуюсь магнитофоном в номере. И не воспользовался. У меня сейчас было бы еще лишних 20 реалов. Ладно. Нет, с тобой я не буду ничего говорить. С тобой. Тоже я не буду ничего говорить. Так. Я, кстати, так про татуировки и не узнал ничего, получается. Что у нас там до уровня? До уровня еще многовато. Ну, ладно. Чувак, иди сюда. Че надо? Шоколаду, чувак. Я поговорил с классе про запись. И что? Он немедленно напрягается, расправляя грудь, сжимая зубы к новому удару. И ничего. Она подтвердила слова, изначально сказанные. Вот же собака на пару секунд вперевается в свое пиво, потом поворачивается к тебе. Вы худшие копы во всем ревошоле. На той кассете я вам клад подарил. Зараза, он не про тебя, это про нее. Ага. Клад обычная болтовня в курилке, не доказательство. Запись стрёмная, но она ничего не доказывает. И не переубедила классе. Давайте вот так. Стрёмная? Стрёмная сигарета и из ларька тырить. Он сказал, что ее изнасилуют. Он недоверчиво трясет головой. Ну и что она тогда сказала? Что это норм? Что это нормальное человеческое поведение? Офигенчик? Офигенчик? Она не говорила. Мне вообще показалось, что запись вызвала у нее ностальгию. Да, более того, лейтенант смотрит на тебя, потом на него. По-моему, запись ее несколько позабавила. Позабавила? Бормочет тит. А немножко уговаривает. Ты же, блин, шлюпка. Психопатка, чертова. Кажется, они хотели дать классе второй шанс подыграть, и она все равно не стала. Ладно. Впечатляет. Впечатывает он в косяк гигантский кулак. Ладушки, блин. Ау, ладушки. Хе-хе. Ладно. Все нормуль. Получается. Вот же... Пожалуйста, держи себя в руках. В присутствии гостей, говорит она. Чуть мягче обычного. Неплохо. Лучшие хиты стрелка выполнено. А-а-а. Тит трет подбородок ладонью вот-вот до кости дотрет. Идеально. Просто, блин, идеально. Что скажете, законники? Ну, а все, что приходит на ум, нужно говорить вслух, комбинируй. Я думаю, ты придумал ложную, она не подыграла. Может, она таким-то и считала. Может, она все еще в стадии отрицания. Ну, знаешь, защитный механизм. Я думаю, ты приврал, дурачок. Я хотел услышать твое мнение, а не сказочку. Сказочки бабушки рассказы. Эта запись была и последним шансом действовать по плану. Но она не стала. Она знает, что нам не соврешь, в отличие от вас. О, нет, он тоже предатель. Из-за гордыни своей. Увы, теперь с этим ничего уж не поделаешь. В смысле? Почему? Вы о чем? Офигенно! Теперь вы вспомнили, как делать свое дело. Он мрачно смотрит на пиво. Так задрала эта ссанина в сеть что-нибудь покрепче. Да, мужики, надо сегодня закатить тусу. А, что? Эээ, смотрит старика в углу. Может, и не надо? Успех. Они признали... Они признались в сговоре с целью обмануть следствие. Отлично. Может, она не таким-то и считала? Не, я ее знаю. Он рассеянно смотрит вверх. Она просто девочка, попавшая в передрягу, которая ей не по зубам. Она профессионалка. Ты не в курсе? Она, модель, выиграла конкурс. Она неплохо разбирается в... Разобралась с наемником. Вот так вот. Так я знал, Тит. Я так и знал, что она обучена. По походке видно. Глен возбужден. Говорил же, она королева красоты. Да, Глен. Тит же мает переносит. Я знаю, что она королева красоты. Это глазами видно. Прости, Глен. Успокаиваться. Может, у нас еще стадия трит... Нет. Скажи правду. Что произошло? Я уже сказал. Он зарывается лицом в ручищу и вздыхает. Мы его повесили. В голосе все еще... Его еще меньше огонька. Да и мужики его все молчаливые. Ну, то есть, никто уже не хочет поддакивать. Мужчина начинает подтормаживать. Будто сахар в крови резко упал. Ему уже не уследить за всеми переменными. Да, кто бы уследил. Сложнее и сложнее играть в свою... Играть свою в ужасной пьесе роль. Блин, драма, чтоб тебя ломаешь. Мне язык каждый раз. Лишь малость подтолкнуть. Бросьте, Тит. Мы знаем, что вы его повесили. Что вы его не повесили. Его стрелили. Он стучит по блокноту. Я понимаю, что вы устали. Я тоже. Почему бы не... Знаешь что? Передвигается он. И правда устал. И от вас, и от шлюхи с верхнего этажа. Видишь, еще раз скажи, что Тит предлагает пойти. Нафиг! Отшвыривает банку пива. Про нее интриги хватит. Хватит! Слышишь? Все. Ваше расследование окончено. А-а-а... В зале повисает молчание. Альна порывается что-то сказать, но потом решает, что лучше не стоит. По полу растекается пиво из банки. Никто на это не реагирует. Что это за похоронный настрой? Пора накатить пивасика. Он насматривается бармен. 20 банок пива профсоюзу докеров. А что ж, не 40-то? Кричит мужчина из застойки. Давай сразу сотню, а то недостаточно громко. Сотня банок пива. Вот это дело оживляется, Глент. Давай-ка двигай сюда управляющий кафетерием. Риторика. 97%. Давил на Титан. Это минус один. Упомянул всеориалистический спектакль. Странная реакция на пулю. Еврар велел сотрудничать. В курсе, что навыки сбытов... Я думаю, нормально, но... Окно, возможно, закрывается. Чем больше они вольют в себя пива, тем меньше у них будет охота сотрудничать. Блин, я бы... Да, это 97%, но я сохранюсь. Эта игра очень сильно удивляет иногда. Как в хорошую, так и в плохую сторону. Я ничего не могу сказать. Поэтому даже на 97% я лучше сохранишь. Потому что тут сейчас важный момент. Поехали. Фу, ну хоть так. Убедить Тита в том, что им манипулируют? Пора бы уже понять. Тит не даст слабины. В отличие от одного из его парней. Дело закрыто. Глядеться, поехали по домамки. В отличие от одного из его парней. Не забывай, это не только про Классе. Это про них самих и Мартинес. Их район, их ответственность. Снаружи, в полуденном солнце, развалины. Мостовые потрескались. Со скамеек сходит краска. Ветер носит газеты. Ну что ж, дело закрыто. А? Или он приподнимает брови? Он поймет. Продолжай. Запишите, в Мартинесе людей убивают просто за то, что они не понравились местным. Понял. Он достает блокнот, убивают, потому что не понравился. Просто потому, что между вами пробежала тёлка. Потому что ты иностранец. Потому что им не понравился твой наниматель. Потому что между вами пробежала тёлка. Он дёргается непроизвольно. Ещё раз об этом скажешь и уже не напишешь никакой отчёт. Да, я понял, Аллен. Вас же зовут Аллен, верно? Вы нас убьёте. Он черкает блокнот. Как на Диком Севере. Дикий Запад, Дикий Север. Тебя просто вешают, как в тёмные века. Выставляют труп на потеху. Они сами не помнят. Ну так. Не то. Всё было не так. Сипи Толстяк. Мы в него не стреляли. Вот он. Вот оно слабое звено. Ты его вывел. Теперь наноси. Офицер, если ты не заткнёшься, то будешь в следующем старик тянется к поясу. Но голос его на удивление спокоен. Оружие. Не то Гляссе 0.8. Не то пистолет 38-го калибра. И то и другое маленькое. Так что ты мог и не заметить. Он понял, что ты делаешь. Скрепи сердце и не останавливайся. Игнорируй Тео. Чёрт. Мне нужен вот этот чел. Повернуться к Ангусу. А иначе что? Убьёте меня, как и убили его? Просто так, без причины? К Ангусу. Если не заткнусь, то что? Надо к Ангусу. Ангуса надо давить. Давайте так. Мы его не убивали. Мы его не вешали даже. Он уже был. Труп. Захлёбывается воздухом. Заткнись, Ангус. Он умер до того, как вы его повесили? Жаробас. Щедушный мужичок. Отвешивает Ангусу громкий подзатыльник. Ещё одно слово. Копами. Яп. Денис. Ребят, дед. Отвалили. Череп. Проломлю Тео. Тыкает пальцем старика. Убери руки с пояса. Сейчас не 31-й. У меня всё под контролем. Под контролем ли? Сжатый кулак его дрожит. Всё под контролем у тебя. Ага. Дай им разобраться. В зале нависать тишина. Такая глубокая, что слышно, как сипит Ангус. Анджи, где твой сраный ингалятор? Тебя послушать прям подыхаешь. Дома забыл. С собой не взял. Мне звездец. Он хватается за грудь. Извини. Что ты такой жирный Ангус. Огрозательный. Теперь из-за тебя. Всё это потеряло смысл. Только время моё потеряли. Говорила я тебе. Тит. Поворачивается она к нему. Говори. Говорила. Просто сдай её. Лизи оборачиваться. Посредница. Твоя помощь здесь более не требуется. Иди передай это Эклеру. Ладно. Передам. После долгой прогулки по берегу она... После долгой прогулки по берегу она поворачивается и уходит. Ха-ха. Отчаль отсюда. Что между ними только что произошло? Бинго. Он весь твой. Вопросы. Так вы его не убивали. Он уже был мёртв. Если Классией его не убивал, то зачем этот подлог? Так. Давайте вот так вот. Он кивает. Вы повесили труп, чтобы скрыть истинную причину смерти. Пулю в голове. Ещё один Классией. Девчонки попросили. Они во что-то круто вляпались. Девчонки. Вы помните, что у нас наркоторговка, да? Во множественном числе есть другая девчонка. Их две. Держи это в уме. Беседа наверняка ещё к ним вернётся. Она его погубила? Копья без понятия. Девчонка сказала, что не она. Что произошло ночью воскресенья? Классией спустилась. Он указывает на лестницу. Она была совсем отъехавшая. Под наркотой даже сильнее обычного. Ну знаешь, выпученные глаза. Лицевые спазмы. Те, которые не прикольные. Выглядело так, будто она повторно закинулась, когда случилась какая-то срань. Видел я уже такое. И это было страшно. Тогда я понял, что кто-то умер. Откуда ты знаешь? Я десять лет этим занимаюсь. Витал уже раньше. Классическая сцена с политиками. Мёртвой проституткой в отеле. Только наизнанку. Классическая. Только проститутка не мёртва. Отличная аналогия, босс. Икает мужчина с крыльцинным лицом. Тебя слово не давали, мутный. Ты кает у него пальцем. Ты у нас пока на скамейке запасных. И ты тоже отдыхай, Ангус. Она снова поворачивается к тебе. Толстяк вовсе не против. Он продолжает сипеть и хотел бы... Не мог бы ничего сказать. Что произошло? Мы поднялись наверх. Ну и, конечно, наёмник был мёртв. В окне дырка... А-а-а! Серьёзно? В окне. Вот как всё произошло. Вот почему окно заменили. Дырка от пули. Всё перекручено. Он скривёт подбородок повсюду. Грязные бельё и бутылки. Всё перебрано. Ну да, всё перекручено. В том смысле, что они... Ну, видимо, да. Значит, девчонок было... Погодите, а дырка в стене? Может, это отверстие от пули? Так. Так. Нет, нет, нет. Погодите. Окно было разбито. Надо собрать все факты в пучок. Типс поправил окно. Труп мы повесили. Кто такой Типс? Восьмой Харди? Не, это мой брат. Он оконщик. Типс это сокращённо от... Тиберий? А, кивает он. Хороший мужик. Может, уровень мне дадите? Ладно, ещё немножечко. Если Классиеву не убивала, зачем этот подлог? Как ты мог заметить, наша красавица вляпалась в какое-то дерьмо. Она говорила, что на него зуб у кого-то из ораньи. Подробнее не объясняла. А, не объясняла. Если полицейский обратит на неё внимание и каюк. Кто за ней гонится? Кто-то влиятельный. Он смотрит в окно, связанный с моралитарным. Она явно боится за свою жизнь. Сказала, если промелькнёт в вашей системе, то её тут же исчезнут. Он больше не знает. Он больше не знает, не сказала. И зачем бы вам помогать такому человеку брать на себя убийство? Зачем? Он, пожалуй, отключает. Ну вот, принимаем мы тут всяких беглецов и неудачников. Такого же Мартинес. Так кто тогда убил наёмника? Есть какие-то улики? Пока нет. Только пара мыслей. Он сказал... Она сказала, что пуля пришла снаружи, через окно. Вот тебе улика. А что сам думаешь? Думаю, чьё-то прошлое нагнало своего владельца. Либо её, либо его. Её, вы хотите сказать. Я про людей, что преследуют к лосье. Может, выстрел прошёл мимо. Может, целились в неё. Только толково кивает парень. Сам о том же думал. А его прошлому у тебя тоже есть соображения? Есть. Убить моги кто-нибудь из его дружков-наёмников. У них есть оружие, навыки. Наверняка из-за... И застарелой обиды. А может, кто-то другой из Кренеля. Он задумчиво молкает. Вот что сделал бы я. Осмотрел бы береговую линию на предмет удобных точек для стрельбы. Может, посоветовался бы с товарищем, который разбирается в баллистике. Вот что бы сделал я, если бы не отвлекался на клоунские пляски с тобой. Он успокоился. Отбросил маятник и снова стал с собой. Отбросил смятение. Кто вообще придумал повесить его? Она? Можно и так сказать. Девчонок две. Помнишь? Возможно, он говорит про вторую. Прежде всего, ты сказал, что помощи попросили девчонки. Сейчас про вторую? Верно, Маргайтон. Она придумала его повесить. А мне понравилась. По политическим причинам. Это правильный посыл. Это же она, так? Восьмой Харди, которого нет. Грани мило, делай шаг тебе. Дружище, ты слишком много думаешь. Ты это дело брось. Голова лопнет. Так. Вторую они все-таки сдавать не хотят. Хорошо. Слегка перегибаешь. Но ты определенно прав. Та девушка просто работает с парнями Харди. Да и все равно ты ее не знаешь. Понял. Ты можешь сказать мне хоть что-нибудь про нее? Имя или текущее местоположение? Не-а. Отвечает он. Да нет, ты не доберешься. Говори с классе. Ким? Детенант улыбается так, что видишь только ты. Мне жаль, что вы поругались. И мне. Спасибо за этот разговор, Тит. Я побеседую с ней в последний раз. Давай. Он хватает пива, крутит его в руке, потом ему что-то приходит на ум. И это. Коп. Пока не ушел. Снаружи вдруг поднимается ветер. Ты слышишь, как он стучит окнами в больших рамках. Так сказать, газеты кружат возле танцев с толпом теплого воздуха. Она... Он поднимает глаза. Классе приехала в Мартинес в надежде спрятаться, как и многие из нас. Когда некуда идти, волна перебивает к этому берегу. Профсоюз принимает таких людей. И да, она отказалась от защиты, но... Ты все равно предпочел, чтобы мы ее не арестовывали. Именно. Если бы мы не помогали людям, которых сюда приносят... Которых сюда приносят, тут остались бы просто разваленные до пары контейнеров. Мы и примем это во внимание. Титяна пускает блокнот, карман, куртки и готовится уйти. Титяна пускает блокнот, карман, куртки и готовится уйти. Окей. Я, пожалуй, не ожидал такого развития событий. Пойдем. Да, проще всего было бы сейчас подняться и поговорить с Классе, но у нас есть еще некоторые дела, и почему-то... Почему-то мне кажется, что этот квест основной, и я не хотел бы слишком продвигаться по основному квесту. Пока что. Пока у нас есть столько побочных. Этот холодильник теперь, кстати, даже не активен. Да уж, Харти. Я не скажу, что он хороший, благородный человек, то, что они ее выгораживают и всякое такое. Я все равно считаю, что он мудло, но обстоятельства немножечко все равно меняются. Давай поговорим про... О, это ты опять. Ты looking for a die? Нет. Понятно. Кажется, я обнаружил истинный источник проклятия. Вы имеете в виду то проклятие, которое обошло меня стороной, потому что я живу за пределами его действия? Все оказалось немножко сложнее, чем я предполагал. Все сказать, окей, в церкви, что-то на другом берегу канала, есть двухмиллиметровая пролеха в реальности. Я думаю, это может быть связано с серостью. Что, простите? Она упрямляется явно беспокойно. Двухмиллиметровая пролеха в реальности? Ну это же не может быть. Боюсь, что может. Сонна Лука Нинкельде, бывшая ведущая программистка Fortress Exynet, совершила это открытие. В этом как-то замешана сонна. Она пытается обдумывать это, в то время как из ее наушников прежнему раздаются голоса. То есть, все еще хуже, чем я думала. Проклята не только торговая зона, зона, проклят весь мир. Она смотрит за окно, двор окупается в дневном свете. Что? Нет, я бы не стал говорить, что весь мир обречен. Пока что у нас все было хорошо, ориентируем, да? Ну вот так вот. Только Мартинес печально улыбается и осматривается вокруг. В любом случае, спасибо, что зашли. Хорошо знать ответ на вопрос, если даже не до конца я его понимаю. Хорошо. Это тоже сделали. Пятница, среда. Гляньте на список завершенных заданий. В понедельник. Во вторник, елки-палки. Да, активных у нас потихонечку убавляется. У нас даже практически прокрутки нет. Так, насчет тита. Это у нас сталактита. Мы потом. Я еще пока ходил по улице, заметил еще одну штукенцию. Сейчас мы с вами пойдем. Два старичка, которые играли в були. Сейчас там только один. Я хочу понять, почему. Выход, выход, выход. Это реально такая музыка мистическая. Я думаю, что я добью этот уровень. Но это же когда-то случится. Я все-таки пойду попробую ломануть ту дверь. Нам тут еще с Эклером надо говорить. Смотрите, тут совсем немножко осталось. Так. Фонарик, пожалуйста. Не трать батарейку. Спасибо. В пять. Так вот. Старички. Вы что-то хотели? Где второй перец-то? Так, ладно. Пойдем в Кинему. Кстати, рация у нас есть еще в том заброшенном грузовике, если мы про рацию с вами... С них пошел. Да. Есть что-нибудь про броню? Да, убедитесь. Убедить удалось не сразу, но я добыла имена наемника, какие-то детали его биографии. Готовы? Наконец-то, блин. Это... Фух, сколько времени прошло. Лейтенант наклоняется, чтобы лучше ее слушать. В руке у него блокнот. Полетели. Фух, эту броню выдали гражданину Арании по имени Элис Кортенар. По буквам Элис Кортенар. Точно этот рождение неизвестно. Зарегистрирован в неонатальном отделении Лилиштадтской клиники 28 февраля 9 года. В неонатальном отделении. Его нашли младенцем в прессе для листьев рядом с заброшенной фермой. Он провел в неонатальной клинике 4 месяца. Очевидно, выжил. 2 года был переведен в приемную семью. Так он приемыш. Все, что известно о нем, МПС. Вырос в приемной семье. В 17 лет поступил из Бродскую военную академию этого Фреда Форте. Служил в Иранской армии, пока в 41-м за годы Семенинской войны не вышел в отставку с почетом. С почетом. Это интересно. Потом... Минуточку. Неужели мне не было бы этой информации, пока я не поговорил бы с Харди? Это скрипты сейчас были или время? Ладно. Потом эта броня отправилась с ним на Семенины. По крайней мере, так я предполагаю. Но на этом все. Данных о его работе в Кренели нет. Как и других... Как и других инкарнациях этой компании. Или даже о том, что он прибыл в Ревашоль. И вошли в прессе для листьев. Сельско-хозяйственный инструмент. С его помощью опавшие листья сжимаю в такие кубы. Клиника записала эту деталь. Единственное, что сохранилось в архиве. И поэтому я решила, что вам полезно знать. Действительно полезно. Спасибо, Алиса. Известно что-нибудь и о приемных родителях? Увы, и нет офицер. То есть с Кренелями его связывает только броня? Это уже огромная удача. Подобные компании обычно не раз перепроверяют свой инвентарь. Он наклоняется к рации и кричит. Спасибо, Алиса. Отличная работа. Теперь у нас уже есть имя и послужной список. Уровень. Да. Имя очень хорошо. Элис Кортенар. Бормочный поднос. Рад, что запрос пригодится вам в расследовании. У вас остались еще вопросы? Пока все. 57-й конец связи. Голос растворяется в пустоте. Так. А вот это становится уже очень интересно. Вот революция с ней объясняет по поводу истории, рассказанной парнями Харди. Запись мелодии, блин, для Аика. Ассель сказал, что Эврар... Так, это с Эвраром. Взять ответственность это нужна рация. Долорес Дэй очень любит фигурки. Надо сходить. Ботинки повешенного. Найдите орудие. Знаете, что мы сейчас делаем, ребят? Погодите, сейчас вернемся. Да. Я нахожусь здесь уже, не знаю, минут 10. Покачал технику на максимум. К сожалению, я не могу дальше закинуть. Я в нее кинул уже 5 очков. Я бы и 6 очок, наверное, закинул бы, лишь бы попробовать. Но у меня просто нет такой возможности. Проблема в том, что у меня есть шмоток. Только перчатки дают технику. Плюс 2. Ничего больше мне не дает технику. И психика, моторика, боевой дух. Эх, сейчас. В этом и проблема. Я не могу туда попасть. Визуальный... Пистолет. Моторика, психика. Мне нет ничего, что могло мне помочь туда попасть. У меня шанс поднялся на 28%. Но я вот загружаюсь уже сколько времени. Я ничего не могу с этим сделать. Ладно. Или это какой-то скрипт. Почему я не могу это открыть. Или... Ну, то есть, я раньше взламывал эти... Ну, взламывал, подбирал на 28%. И это получалось. Да, дольше, меньше получалось. То ли это сейчас какое-то тотальное невезение. То ли какой-то скрипт не дает мне туда попасть. Я не знаю, что происходит. Очень жаль. Я хочу туда попасть. Я, наверное, после записи пойду и просто попробую посидеть, повзламывать. Если вдруг удастся, я сохранюсь. Мы тогда с вами потом посмотрим. Без вас я туда не пойду, но я очень хочу туда попасть. Ладно. Что у нас есть? В церковь. В церковь мы еще подойдем. Давайте мы сейчас зайдем в ломбард. К в ломбард. Да. Ну, так мы и сделаем. Может быть, мы что-то продадим. А может быть, мы даже что-то и купим. Я считаю, что мне нужно взять вот эту колонку за полтос. Ну, блин, где взять полтос? Я же говорю, что я уже немножко начинаю жалеть о том, что... Рыцари на лошадях. Погодите. Все старые магнитфоны стоят на месте. Мегалампочки готовы загрузиться. Все кроме одного. Твоего. Ладно, дружок. Мне нужен радиопередатчик. Найдется? Передачу, значит? Да. Что-то такое должно быть. У нас стоит устройство в синим бетилитовом корпусе. В. Черная передняя панель усеяна различными ручками и кнопочками с перламутровой отделкой. Тинант протяжно присвистывает. Настоящий кристалл... Кристалл шпрах. Для искушенных пользователей. На таком хорошо ловите на страны мелье. Девятая модель оснащена фильтром сигнала, нейтрализующим перекрестные помехи. Тут у нас прием так себе, так что здесь это особенно полезно. Похоже, это для нас немного слишком. 120! Я еще похожу, поприцениваюсь. Может, позже зайду. Только если вас совсем не заботит качество сигнала. Настоящий аудиофил готов за такое хорошо плейдить. Потому мы никак не можем упустить меньше, чем... Да. Хорошо. Хочу кое-что продать. Хочу продать... У меня есть броня. У меня есть классная карточка трупа. О, нет. Меня такое не интересует. Он даже не смотрит на фотографии. Оставь себе. Ты знаешь, что означает... У... У него можно было спросить! Знаешь, что означает татуировки? Он хмурится. Афатические тропы. Сеть поглощающие лучи. Антимагнетизм. Это тьма. Это все, что мне известно. Продолжите мне что-нибудь светлое. И понятия не имеешь. Как я такое... Что такое афатические тропы? Но татуировки на трупе это явно... Но татуировки на трупе это явно не они. Посмотрим, что у меня есть. У меня есть канистра. Так, княжку. Кость игральная за три. Я ее за семь купил. Вы издеваетесь. Фигурка. Кстати, голубомедицинский спирт можно за восьмерку толкнуть. Пустая катушка. Открытки. Открытки можно... Они прям стоят неплохо. Фото счастливой пары. Старинная винтовка. За четыре можно продать. За три, за четыре. Ну... Такое. У меня есть броня. Погляди, отличную кирасу. Он делает шаг назад, отходит от стекла. О, нет, нет, нет. Мне только не хватало кровожадного наимника, который будет ломиться ко мне дверь, чтобы забрать твои игрушки. К тому же такие доспехи стоят целое состояние. Никто у Мартинна не способен за них заплатить. Хочу продать одежду. Сейчас я больше не покупаю одежду, отчет. Он быстро откидывает тебя взглядом. Хорошо. Я тебя понял. То есть я могу что-то продать, но... Не сильно много. Центр телетели бомб. Сенчерем среды, значит... Уношение чужак во время... Надо будет разобраться с мыслями. Может быть я найду что-то очень сильно полезное. Было бы здорово. Где же мне найти для тебя музло, дружище? Да, мне дали понять, что возможно у этого чувака что-то есть. Может напрямую поговорить с ним об этом? Слушай, быстрый вопрос. Ты продаешь кассеты? Вот, кстати! Надо же было сразу. Кассеты? В смысле кассеты с музыкой? Нет, музыки нет. Я там музыку не слушаю, но у меня есть крутые солнечные очки для твоего моджа. Он показывает на полуразвалившуюся коробку слева. Значит, ты вообще не знаешь, где найти кассеты? Кассеты? Говорит он таким-то, он будто сказал какую-то нелепость. Кассеты есть везде, они ничего не стоят. Дети забрасывают пленку на деревья. Вон, в кустах за грузовиком, например. Торговец кивает на пустую кабину грузовика за спиной. А вот хорошие солнечные очки, качественная пластика. Никто в кусты не выкидывает, уважаемый широко улыбается. С дерева, что к востоку слезает темно-коричневая пленка. Ее треплет ветер. Надо посмотреть, это лучше, чем ничего. Дерево боярышника на Рюде Сенгислен. Бронзовая магнитофонная пленка запуталась в его ветвях и трепещет на ветру. Техника распутать. Как и было обещано, ты стоишь здесь, кажется, сотни лет, жадно вбирая в себя тошнотворные газы грузовых карет. Хороший боярышник. Распутать? Спасибо. Медленными и выверенными движениями ты тянешь, разматываешь, распутываешь. Наконец, вся пленка оказывается у тебя в руках. Получший предмет ворох магнитной пленки. Магнитофонная лента сворачивается в комок у тебя в кармане. Вот бы найти способ снова намотать ее на катушку, чтобы прослушать. Может, Рой из ломбарда может чем помочь. Лейтенант смотрит на комок пленки у тебя в руке. Лишь после того, как ты убираешь все веточки, в нем просыпать судьбы быстро. Для чего это лента, спрашивает он. Это для Экомона. Я обещал ему добавить хардкор в микс для Эка. Может, эта пленка поможет. Как? Она же даже на катушку не намотана. Или вы думаете, что ваш новый приятель знает, как ее починить? Думаю, хотя бы один из рейверов должен знать, как чинить кассеты, раз они не собираются открывать ночной клуб. Можете попросить починить ее в ломбарде через дорогу. Нам нельзя терять время. Он немного нетерпеливо смотрит на часы. Это хорошая мысль. В ломбарде могут быть инструменты. Проектор, который там стоит, использует похожие ленты. Хороший боярышник. Погладив дерево, ты обнаруживаешь на стволе небольшую наклейку. И стеркнут так, что едва удается разобрать. На ней написано «Экстренная связь Сергея Мпо» номер телефона 8102. С слоганом «Человек, будь бдителен». Узловатое дерево боярышника на Рюде Сен-Гислен слегка... Легко выдерживает зимние порывы ветра. Бить дерево я явно не буду. Ладно. Давайте, пусть он мне просто... Чтобы это мне денег не стоило. Давайте. Пленка. Эй, камон! Пленка на дереве. Фига себе. Еще у нас где-то в кустах ключ валяется. Ладно, дружище. Я запер... Может, ты знаешь, как это починить? Он смотрит на мешанину бронзового цвета у тебя в руках. Вы хотите, сказать, снова намотать на катушку? Да, знаю, но... Прекрасно. Поможешь? Пожалуйста. Это очень важно. Мне надо эту катушку кое-кому поставить. Я вам не мастер. На все руки по вызову. Медленно заканчивает он мысль. Я продавец ломбарди. Если хотите продать пленку, пожалуйста. Хотя выглядит она довольно бесполезной. Просто объясни, почему тебе это так сильно надо. Он наверняка поймет. Погоди, но ты все равно возишься с кинопленкой. Разве это не то же самое? Так, нет. Это грубо. Это пренебрежение к нему. Бесполезно? Она не бесполезна. Рой, это может быть настоящий прорыв для нашей местной танцевальной сцены. Что? Он не спеша постукивает пальцами по... А чем это вы? Знаешь ту старую церковь на берегу? Да, а что? Я помог молодым реверам устроить там ночной клуб. И они там ставят эти свои странные треки. Называют их анодной музыкой. И как она? Хороша? В смысле музыка? Нет, в том-то и дело. У них невероятно слабый ритм. Там слушать нечего. Басы никакие. Бз-бз-бз. И все. Но это пленка. С ней получится хардкор. О, вижу вы здорово этим увлеклись. Он смотрит на лежащий перед ним комок пленки. Пленка мерцает, переливается в пляшечном свете магазина. Хорошо, я помогу. Но это займет пару минут. Так что присядьте пока, отдохните. Ты проводишь время, осматривая магазин. Игра свет и тени здесь завораживает. Через какое-то время Рой поворачивается к тебе с катушкой пленки в руках и покашливает. Знаешь, такие световые эффекты. И потрясно смотрелись бы в церкви. Слушай, то есть световые эффекты отлично смотрят. Кстати, да. Погоди, говорил про пару минут. Прошло как минимум 15. Вот. Про световые эффекты. Да, это точно. Весь этот свет в огромном церковном нефе. Он глядит на затейливую игру света и тени вокруг все больше, проникаясь идеей. Светилище заполненное тщательно отобранными позитивными фотонами. В такой атмосфере не будет места грусти. Это превосходная идея, но мы с тобой можем это воплотить. Человечеству нужно это. Нет, знаете, мне нравится атмосфера в магазине. Я здесь работаю, мне здесь должно быть хорошо. Максимум, что я могу сделать для вашего ночного клуба, это пленка. Он кивает на катушку, лежащую на прилавке. Боюсь тут его не переубедить. Спасибо. В любом случае, спасибо. Пожалуйста, рад помочь. Когда речь идет о настоящей увлеченности, я делаю все, что могу. Только постарайтесь не использовать пленку для негативного фотонного излучения. Обращайтесь к ней соответственно, хорошо? Без проблем, чувак. Просто выручил. Спасибо тебе огромнейшее. Катушка с магнитной пленкой. Супер. Идемте тогда к комону, что ли. Может, мы наконец закончим всю фишку с церковью. С другой стороны, нам еще... Ладно. Давайте, на самом деле, сейчас отнесем катушку, потому что заниматься рацией, передатчиком и эклером, наверное, будем уже в следующей серии. С пленкой все сложилось, и все сложилось бесплатно, что меня радует. Потому что пока что самый большой напряг для меня в этой игре – это деньги. Их реально очень тяжело достать. И вот это вот чувство, что я уже промотал больше, чем нужно зря – это обидно. Я вообще не знаю, откуда берутся, с какие суммы, как 120 реалов и всякое такое. Ну, то есть, блин, откуда люди берут такие деньги? Я уверен, что это можно достать, просто я не знаю, как. Надо поразмыслить. Ну, что ж, камон! Я нашел эту катушку с пленкой. Может, с ее помощью получится сделать микс эко-хардкорней, отдать ему пленку? Да! Даешь ремикс! Этого голос отражается от стен церкви. Эй, берет у тебя пленку и вставляет ее в свободную ячейку. Пленка вставляет сюда, в деку, в деку B. Он щелкает переключателем, катушка начинает вращаться. Он слушает запись через наушники, прижимая их одной рукой и кричит. О-о-о! Лицо парнишки светится от удовольствия. Тебе дал эту запись сам Арно? В смысле? Давай я тебе просто дам послушать. Готов? Готов. Готов. Стало лучше, чуваки. Стало прям хорошо. О-о-о! Ты слышишь? Он вытирает пот с бровей. Идеальная синхронизация. Теперь осталось только найти ритм для полного эффекта и будет просто гипер... Гипер невероятно. Что это такое? Ассель отрывает взгляд от своего контактного микрофона. Это замечательно. Как вам удалось? Просто невероятно. Как гармонично эта мелодия сочетается. Должно быть, мы что-то не знаем. Все дело в том, что он делает через член Талант. Вот, блин. Должно быть, мы чего-то не знаем. А что если Иван Эйк сделал свой ремикс, взяв за основу какую-нибудь закрытую местную мелодию... Забытую местную мелодию, народную песню, а ты нашел оригинальный фрагмент, который вдохновил его на этот микс. Это может объяснять, почему эти мелодии так хорошо сочетаются. Ну, не знаю. По мне, так классический Иван Эйк. Ну, думаю, что ему нужны какие-то народные... Не думаю, что ему нужны какие-то народные песни для вдохновения. Может, он живет в Мартинезе и просто выбрал фрагмент, который показался ему... Выбросил фрагмент, который просто показался ему неудачным. Ну, это просто случайное совпадение. Хаос в действиях, последствия ограниченности нашего мира. И невероятный талант Экомона. Он кивает на своего друга, стоящего за пультом. Но и прав. Талант Экомона ключ ко всему. Нет. Это определенная часть одной и той же песни. Хоть что-то и... Хоть чего-то и недостой. Слишком уже не похоже. Нассель права. Я согласен с Нойком. Это просто дело случая и потрясающий талант. Я думаю, вот это. Все, это неважно. Раз подходит, значит подходит. Она размахивает с поднятым вверху кулаком. Сделаем погромче. А что насчет баса? Есть у тебя какие-нибудь идеи? Андрей смотрит на тебя. Да, я помню, ты говорил, что нужно больше басов. А что если нам использовать этот сумасшедший звук, который получила Сону, только укротить его, приглушить, превратить в пульсацию? Мне кажется, так... Продолжить. О-о-о-о! Задачное выражение для себя команды сменяется зловещей хмуткой. Но как? Что насчет компрессора, который устанавливал Андре, чтобы осуществить какую-то параллельную обработку? Ты слишком не переживай. Если не удастся с этим разобраться, как по мне, так этот пикс уже довольно ультра-хардкорный. Так, техника, 92. Но он мог бы быть гиперхардкорным. Ладно. Я это сейчас добью. Техника. Пропустить трек через дополнительный канал. Дополнительный канал, что это еще такое? Послушай, ты можешь использовать компрессор для переключения... Чтобы переключаться между треками. Подключать дополнительный или основной сигнал с пленки. Чередуй сигналы. Компрессор контролирует отдачу, отталкиваясь от уровня входящего по дополнительному каналу сигнала. К ним можно будет поддерживать... С ним можно будет поддерживать громкость звука без скачков. Достаточно в объеме, чтобы заполнить все мысленные пространства. Ладно. Эй, тебе нужно задействовать дополнительный канал. Дополнительный канал, говоришь? Обавляет громкость. Его руки легко порхают над пультом, выставляя нужные настройки. Потом он надевает наушники, и его глаза удивленно распахиваются. Так широко они еще никогда не открывались. Даже под кайфом. Не снимая наушников, он начинает в полном отчаянии подпрыгивать на месте с выражением абсолютного блаженства на лице. Эй! Ассоциироваться от своего микрофона. Ты что с Экамоном сделал? Ты его сломал, что ли? Просто подожди и увидишь. Вы готовы, народ? Ноэк выпрямил спину, готовясь следовать за ритмом. Всегда готов. Эй! Показать им больше палец. Давай, чувак! Показать им больше палец. Звуковая атака просто непередаваемая. Спидпанк танцует на сцене, размахив рукой в воздухе, как безумец. Это красота! Это жизнь! Да что такое творится? Ассоции тщательно г routing за этой сценой. Мелодия и бас такой гармонии. Это неестественно. Твое тело содрогается от звуковых ударов Низкой частоты заставляя тебя снова чувствовать жизнь А это посвящается анодному поколению Вот он, абсолютный звук Мы укротили звук, подчинили его себе Черт возьми, бормочет Андрей себе под нос Под оглушающий бас Эта идея с ночным клубом и правда может выгореть Доларианская церковь земля мечты И Камон совершенно растворился в звуке Давай, давай Вот она, новая эра Вселенная ждет Вселенная уже не будет прежней Ладно, Камон, покеда Арнован Эйк, техника Что мне может дать, кстати Внутренняя империя, полицейская Визуальный анализ Так Ну ладно, у меня по крайней мере теперь опять есть два поинта Что дает мне некий маневр Так, найдите рабочее оружие Погодите, это мы с Эйкомоном справились, да? Пойдите Эйкомону, завершено Добавить хардкор в музыку Ван Эйка Сделано Затащено Да Так Так Погодите Насчет, раз уж мы в церкви Похоже, не смогу отдать эту Почему? Почему? Потому что она всего лишь витраж Но это не такая уж проблема Может ты имел ввиду что-то другое? Что, например, задание еще не завершилось? Не знаю, ты вообще о чем? Часть твоего разума уже занята другими делами Над тобой возвышается мать гуманизма Надо по... Надо выполнить... Панно выполнено восковыми красками на оконном стекле И выражение лица ничуть не изменилось Та-та-та-та Так-так А почему? А как? Долорес Д очень любит фигурки Она служит больше Однажды Встретите вы лично Вы должны будете отдать ей все, что у вас есть Довольно странное задание, которое вы сами для себя придумали Но что уж теперь Тогда я не знаю Музыка-то прям хорошая стала Ладно, ребят Думаю, на этом тогда будем заканчивать В следующей серии пойдем к Эклеру Будем пробовать как-то там намутить всякого Пока что на этом все Спасибо, что были с нами Всем удачи Добра-бобра Всем молодушек Всем пакета Добра-бобра Субтитры сделал DimaTorzok